Никита Кожемяка У Светлого Днепра на широких холмах стоял древний Киевград. Всех русских городов краше, всех русских городов богаче. Счастливо и мирно жили в нём русские люди. Работали, землю пахали, холсты ткали, а в праздники водили весёлые хороводы на берегу реки. Жили люди, горя не знали, а горя налетело чёрной тучей. Повадился летать в город страшный змей в зелёной чешуе. Глаза огненные, лапы с когтями железными. Всех огнём спалю, весь город в пыль стопчу, ревёт змей. А коли хотите живыми остаться, давайте мне каждый месяц по красной девушке на съедение. Плачут горожане, а как бороться с чудовищем, не знают. И стали каждый месяц по девушке на гору выводить. Привяжут её цепями к старому дубу и уйдут. А змей прилетит ночью и съест её. Поел змей всех девушек-горожанок. Осталась одна княжеская дочка. Заплакали, заголосили в княжьих хоромах. Но делать было нечего. Нарядили красавицу княжну в шелка и золото, привели на гору, к дубу привязали, поклонились и с плачем обратно в город пошли. Только любимая собачка княжны тайком за дуб спряталась. И вот ночью прилетает на гору страшный змей. Дрожит княжна со страху. А змей опустился на землю, глаз с девушки не сводит. «Не бойся, красавица», — говорит змей. «Не съем я тебя. Уж больно ты хороша. Возьму тебя с собой в мою пещеру. Будешь у меня хозяйкой». Подхватил он княжну и полетел. А собачка незаметно за хвост змей уцепилась. Прилетел змей в глухие леса, в дремучую чащу, посадил княжну в пещеру. Вход деревьями завалил. И не видел, как собачка потихоньку в пещеру пробралась. Стала княжна у змей жить. Бережет он ее, не обижает. А ей ничего не надо. Только бы домой вернуться. Вот однажды и спрашивает княжна. «А что, змей, неужто ты взаправду всех на свете сильней? И никого не боишься?» Долго молчал змей, а потом и говорит. «Есть на свете богатырь Никита Кожемяка. Живет он под Киевом, в Кожевинской слободе. Он один на всей земле меня сильнее. Только его я и боюсь». Утром улетел змей. А княжна взяла кусочек коры березовой, уголек и родителям письмо написала. «Я здорова, живу у змея. Боится змей одного Никиту Кожемяку. Присылайте его ко мне на выручку». Засунула княжна письмо собачке за ошейник. И побежала собачка через лес в Киев. Очень обрадовались письму князь, княгиня и весь народ. И послал князь слуг за Никитой в Кожевинную слободу. Прибегают княжеские послы к Никите. «Пойдем, — говорят Никита, — в Киев. Князь зовет». «Не пойду, — отвечает Никита. Некогда мне». Вернулись слуги в Киев ни с чем. Нарядился князь, собрался сам, к Никите пошел. «Никитушка просит, — помоги, выручи». «Не могу, князь, не проси, — отвечает Никита. Не одолеть мне змея, уж больно он силен». Вернулся князь домой без Никиты. Всю ночь со своими советниками думу-думал, «Как уговорить Никиту против змей пойти». И к утру надумали, собрали целую тысячу маленьких девчоночек и послали их в Кожевинную слободу Никиту упрашивать. «Неужто он над нами не сжалится?» Нашли девчоночки Никитин дом. Встали на коленки и плачут. «Дяденька Никита, пожалей нас, убей змея, не то мы скоро подрастем, он и нас всех тоже съест». Не выдержало тут Никитина сердце. Жалко ему стало девчоночек. «Ну ладно, — говорит, — не плачьте, пойду попробую». И стал на битву снаряжаться. Навертел Никита на себя пеньки пудов триста, насмолил ее смолой, а в руки палец взял десятипудовую и отправился в лес. Пришел Никита к пещере. Как стукнет по наваленным стволам, так и раскатились деревья во все стороны. «Выходи, змей, хочу с тобой силой помериться!» — кричит Никита. Сильно струсил змей, но храбрится, выползает из пещеры. Зашипели змеиные пасти, повалил на Никиту дым, опалил его пламенем. Да не испугался могучий богатырь, стал он своей палицей змея то справа, то слева охаживать. Воет змей от боли и ярости. Бросился он на Никиту, хотел пополам перекусить, и завязли его зубы в смолиной пеньке. Взмолился змей. «Ох, Никита, много ты меня сильнее! Давай с тобой в ладу жить, разделим землю пополам и мешать друг другу не будем». «Ладно», — говорит Никита, «только надо нам межой разделиться, чтобы владение наше не спутать. Тащи саху, прокладывай борозду». Тащит змей тяжелую богатырскую саху, пыхтит, а Никита идет за сахой да покрикивает, «Глубже, глубже, Рой, чтоб всем видно было, где моя земля, а где твоя». «Ладно, землю разделили», — говорит Никита, «теперь море дели, а то еще скажешь, что мы по твоей воде плаваем». Не смеет змей богатыря слушаться. Потащил он саху в море, а море глубокое, дна не достать, захлебнулся змей и утонул. Вытащил его Никита за хвост, на громадный костер взвалил, пусть, — говорит, — даже и память о тебе, буйные ветры развеют. Идет Никита обратно к Киеву, а навстречу ему киевляне. Бегут, кричат, радуются. Князь с княгиней и с дочкой богатые подарки Никите несут. Не взял Никита никаких подарков от князя. Куда мне, — говорит, — я не для награды змею убил, а девчоночек махоньких пожалел. А мне моя работа почет вашего милея. И пошел Никита к себе домой в кожевенную слободу. Зажил, как прежде, добрый богатырь. Работает, кожа мнет, в светлом Днепре их вымачивает. И до сих пор люди о нем рассказывают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова